Медицинские кадры являются главной и ценной составляющей сферы здравоохранения. От их профессионализма зависит качество предоставляемой медицинской помощи. Штат городской больницы регулярно пополняет новые специалисты. В этом году на работу было принято 26 человек, из них 14 врачи. Репортаж Ирины Волокитиной. Меня занес сюда северный ветер, улыбается Лидия Вардатова. Выпускница Калининградского мединститута, 15 лет проработавшая в сфере здравоохранения Якутии, по достоинству оценила свое новое место работы. Уровень достойный. Хочу сказать, что больница не хуже каких-либо столичных клиник. Я не говорю о НИИ, а говорю непосредственно о городских больницах. Уровень достойный. В отделении переливания крови, который возглавила Лидия Сергеевна, 6 сотрудников. Высококвалифицированные специалисты стараются обеспечить потребности городского стационара донорской крови. На сегодняшний день заготовлено 26 литров и 441 литр плазмы. Но это мало, говорит заведующая. Во всем городе лишь 200 доноров. Приходить на процедуру они могут лишь раз в два месяца. Служба крови развивается. Она не стоит на месте. Буквально в конце 2020 года, можно сказать, произошла революция в службе крови. Поменялась нормативная база. Много-много изменений. В целом, эта трансфузиология, она новая наука в сфере здравоохранения. Ежегодно происходят какие-то либо изменения. Ну и, соответственно, здесь тоже, с учетом того, что вы далеки от центральных баз, нужно развиваться, нужно расти, перенимать опыт западных коллег. Ну и я думаю, что нам это удастся. В своих силах Лидия Вардатова уверена, у нее большой опыт работы. Набраться опыта приехала из Ульяновска и Анастасия Кузнецова, молодой специалист. В городской больнице она работает вместе с мужем-медиком. Ранее я уже работала здесь, на Ямале, конкретно недалеко от Лабытнанка и Салихарда, скажем так. Поэтому вернулась в родные края, можно сказать. Поэтому выбрала этот город. Врач-эндокринолог был необходим городской больнице. Молодой специалист ведет ежедневные приемы. За день ее кабинет посещает до 30 человек. Пациенты бывают разные, бывают усложные, бывают более такие лояльные, простые пациенты. Но стараемся со всеми договориться, всех полечить, оказать должным образом медицинскую помощь. Не надо таких врачей, побольше. Потому что я самоврач, поэтому я отработала очень долгое время. И я очень рада, что у нас много специалистов молодых. Это очень хорошо то, что у нас пополняются ряды специалистов. И надеемся, что они будут такими же опытными, как вот и взрослое поколение. И будем надеяться на лучшее. То, что будет все больше и больше таких специалистов. Вопрос привлечения молодых специалистов – один из самых актуальных для предприятий и организаций любой сферы. Здравоохранение – это одна из основных задач. Тем, кто выбрал тяжелую, но такую нужную профессию, хочется пожелать больших успехов и добрых пациентов. Ирина Волокитина, Николай Снегир, программа «Время местное».